Всем привет, это проект Maboo и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, где же взять вам первый опыт для трудоустройства или для того, чтобы взять заказ напрямую у заказчика или на фрилансе. Где взять этот первый опыт, который все везде требуют. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса. Если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android. А также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, начнем с того, что отсутствие первого опыта это, скажем так, не какая-то повседневность, это ваша недоработка при обучении, потому что результатом обучения всегда будет и, собственно, всегда является первый опыт. Смотрите, вы чему-то обучаетесь, смотрите, как работать с базами данных, допустим, создаете, работаете с виджетами. И вы не просто же обучаетесь, смотрите какие-то теоретические уроки, вы практикуете. То есть вы пробуете сделать одно, пробуете сделать другое. И я уверен, что у вас в голове есть создание какого-то проекта небольшого, на котором вы можете все это потренировать. Но зачастую, когда вы обучаетесь, у вас нет такой мысли, что вам нужно что-то потренировать на большом глобальном проекте. Ну, как минимум, мелкие наработки есть. Но и я вам предлагаю все эти мелкие наработки всегда объединять в одно в один какой-то свой учебный проект. Тоже мобильное приложение. Я всегда говорил на своих видео уроках и вообще на своих видео, что идеальным первым приложением для тренировки всегда является, например, приложение по созданию списка покупок или создание списка дел. На таких приложениях, или, допустим, приложение для интернет-магазинов, или, допустим, приложение для заказа чего-то, какой-то услуги у кого-то. В этих приложениях вы проработаете все техники, все навыки, все библиотеки, которые используют современный андроид-разработчик. Вы научитесь правильно составать UI. Вы научитесь работать правильно с библиотеками, именно с базой данных, как на устройстве, так и где-то на сервере. Вы научитесь прорабатывать архитектуру MVVM, делать все это в многопоточности, делать инъекцию зависимости, получать данные из сервера через библиотеку Retrofit. Такие приложения позволяют именно проработать все навыки и показать, что вы владеете этими навыками, и плюс создать вот такой проект. И смотрите, как я сказал ранее, что не бывает обучения без опыта. Результатом обучения будет хоть ваш первый опыт. Опыт в виде маленьких, небольших тренировочных проектов, и в рамках как минимум одного конкретного мобильного приложения, которое вы создадите по результатам своего обучения. Это всегда было и остается на настоящий момент так же. И вопрос в том, у меня вопрос к вам, почему вы не презентуете этот свой учебный опыт как реальный опыт? Чем он, собственно, отличается от реального опыта, ваш учебный опыт? Вы сидите и также выполняете задачи, потому что когда вы перейдете на свой первый опыт, на свою первую работу, допустим, если у вас нет опыта, вы максимум будете двигать кнопочки, будете двигать, верстать что-то, а тут вы, ну, верстать что-то, делать такое легкое, что, ну, сильно серьезное вам не доверят в рамках компании. А тут вы не только делаете точно такие же простые вещи, вы еще делаете что-то более сложное и запускаете свой проект. То есть запускаете на смартфоне это мобильное приложение, которое позволяет посмотреть, владели ли вы главной техникой или нет. То есть по факту это ваша первая работа. Просто вам никто за нее не платит. Ну и опять же, много очень работ, проектов, это обычные стартапы, которые несколько людей просто договорились делать и нам неили разработчика, и все. Это то же самое, чем вы занимаетесь, допустим, то, что вы делаете свой учебный проект, на какую-то реализуете свою идею, это тот же есть стартап. И опять же разница только в том, что вам за это никто не платит. Ну по факту-то это вот такой же опыт, и кто вам не позволяет этот опыт упаковать как опыт? Не говорить, что это ваш пэт-проект учебный, а то, что это ваш опыт. Вы прямо берете, скачиваете, находите или видео уроки, или что-то по созданию резюме, и, допустим, делаете вы список покупок, как-то дебудь свое приложение называете, выдумываете название, и пишете ваш первый опыт. С такого-то времени по настоящее время, вот вы только начали этот проект, вы уже добавляете этот опыт в себе резюме, что с такого-то времени по настоящее время вы работаете в стартапе, называете, даете имя своего стартапа, и описываете, что вы делаете. То есть, какие задачи вы выполняете. И у вас уже есть готовое резюме, и уже с первым демонстрацией вашего первого опыта. И пока вы тут сейчас разрабатываете, обучаетесь в своем первом мобильном приложении, у вас уже капает ваш первый опыт. Не стесняйтесь этого делать, потому что то, что вы закончите обучение и найдете какой-нибудь стартап, начинающий, который вас возьмет без опыта, как бы без опыта, на самом деле опыт у вас есть, либо вы начнете работать уже над своим первым опытом на этапе обучения. Разница тут колоссальная. То есть, фактически разницы нет, что там, что так, вы делаете одно и то же. Но здесь вы уже можете закончить этот свой проект, показать свой первый опыт, и уже хоть бы вы хоть так, вы через такое же время, опять же, пошли бы так же устраиваться на работу, только вы пошли бы так устраиваться без опыта. А тут вы можете продемонстрировать свой первый опыт. Просто задача его правильно упаковать. Нужно сделать это приложение, сделать его внешне бизнесовым, то есть готовым, чтобы не было там недоработок, все продумать и опубликовать. И, возможно, как-то написать. Но, опять же, очень важно сразу, когда вы начали работать над своим мобильным приложением, над каким-то проектом, сразу в резюме ставить его в опыт. И не просто в резюме где-то закинуть, а идете на платформу LinkedIn, доступ только через VPN, это социальная сеть для трудоустройства. В основном все приглашения на собеседование, все трудоустройство идет через эту социальную сеть. И там прямо создаете себе аккаунт, пишите, вы андроид-разработчики в резюме, там можно прямо опыт свой вставлять, и пишите, вот с такой вот даты до... Ну, возьмите это с запасом, чтобы вы не сегодняшнего дня, а вот вы будете на стартапе работать, который вы решили сделать, та на своем. А вы возьмите, что там 3 месяца назад начали работать в этом стартапе, работать по настоящее время, и такие-то задачи выполняете. И все, улучшил, рекрутер будет, когда искать начинающих разработчиков, в нынешних условиях, сейчас будет освобождаться очень много мест, и людей будут очень хорошо набирать, но в плане андроид-разработки, но об этом я поговорю в следующем видео. И вы просто встанете и продемонстрируете свой опыт, что он откроет, да, он работает уже на стартапе, он почитает, рекрутер, что чем вы занимаетесь, что вы делаете, тут более грамотно вам нужно все это написать, что вы делаете, какими технологиями владеете. Ну, кстати, говоря те, кто обучается у меня на курсе, например, на пакете, я создаю, помогаю создать вам резюме, правильно. И вы просто... И, кстати, я упаковываю первый опыт, потому что на обучении мы как раз-таки вы создаете, вы выполняете выпускное экспертное задание, мобильное приложение для заказа кофе. И вот вы просто, вы должны в рамках этого видео понять, что не бывает обучения без первого опыта. В любом случае, когда вы заканчиваете обучение, у вас есть много этих опытов, у вас было много мелких проектов, которые вы делали для закрепления обучающего материала. И у вас будет всегда, бывает всегда, как минимум, один большой проект, в котором вы реализовываете все то, что вы изучили. И этот проект, это как раз-таки является финишной прямой на вашем первоначальном вашем обучении. Поэтому, когда мне говорят, что как устроиться без опыта, у меня всегда возникает вопрос, а почему у вас этого опыта нету? Как вы обучались? Я думаю, вам стоит покопаться и найти этот опыт, потому что он у вас есть. И все, что единственное останется, это его упаковать. Ну вот, в целом, такое видео получилось. Сегодня у меня все. С вами был проект Maboo. До встречи на следующих уроках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok